Доброе утро, ребятки! Я собираю вещи в город, потому что через полчаса нам уже выходить на электричку. Сегодня проведем день в городе, потому что завтра утром надо в поликлинику проверять манту. Поскольку сегодня холодно, градусов 16-17 где-то на улице, обещаю до 19, но пока что-то не нагрелось. Груща реально не очень и очень сыро, потому что поливала и вчера, и сегодня ночью, и сегодня еще будет идти дождь. В общем, здесь совершенно неинтересно, есть чем заняться, но мы поедем в город, а с Эльшером проведем время. Я надеюсь, мы сегодня куда-то сходим. Я специально еду пораньше, чтобы мы пообедали там и были свободны. После этого могли чем-то заняться. Вот, и что я вообще включилась? Я хочу показать то, что я вчера забрала на озон. Хм, сейчас, подождите секундочку, я не все взяла. Вчера выбирали одежду Артешу. Пардон за гудение, это продолжает сушиться пастила. Я ее выставила сюда, потому что я вчера протопила печку и ночью было тепло. Я вообще открыла двери и мы спали, как бы, ну, у нас все двери были открыты на озон. Вот, кстати, одна из причин, да, почему мы не переезжаем жить в большую комнату. Чтобы она хорошо протопилась, чтобы здесь было тепло, надо открыть двери в те комнаты, то есть нельзя закрыться и уютненько спать. Ты должен спать вообще в доме нараспашку, вот. Но на самом деле у нас здесь такое, конечно, комфортное существование из-за того, что эта комната пустая, а с дядей Ваней жить очень приятно. Он, знаете, бывают такие соседи, которые мешают жить, а бывают комфортные. Вот дядя Ваня комфортный сосед. Он там у себя на веранде сидит, тихонечко выгрызывает, играет книжки, читает и не бухтит, если Арина плачет ночью, спокойно спит. А дальше он привычный, когда много людей вокруг. Вот, но в следующем году, конечно, мы будем захватывать эту комнату. Но у меня дети привычные в прохладе спать. Не в морозе, да, а когда там 18, 19, 20 градусов. Потому что у нас и... Во-первых, я их приучала по Комаровскому спать всегда с открытым окном. Мы даже зимой спим, у нас окна открыты. Разве что в минус 20 закрываем. Вот. А во-вторых, у нас детская в городе прохладная, то есть градуса на 2-3 там холоднее, чем в остальной квартире, несмотря на утеплённую стену. Угловая комната. Так вот, я, как всегда, отвлеклась от темы. Короче, я вот купила в очередной раз вот такой вот тоник с коламином. Это корейский тоник. Я его в первый раз попробовала в боксе 82 бокс, который я заказываю регулярно. Я, по-моему, только один не брала. Вот сейчас следующий бокс буду брать обязательно, потому что у меня косметика заканчивается. Вот этот тоник я покупаю уже, наверное, в третий раз, то есть помимо бокса. Он офигенный. Тоник – это тот этап ухода, который вы используете после умывания. То есть, по-хорошему, я знаю, многие знают эту информацию, но для кого-то она будет новой, как для меня когда-то. Что вы делаете вечером? Вы снимаете макияж мицелляркой. Дальше вы должны смыть мицеллярку. Она не смывается водой, она остаётся на коже плёнкой. Поэтому умываетесь гелем для умывания. Кто-то ходит, ну да ладно. Потом тоником вы восстанавливаете пиаш-кожи. И затем уже сыворотка, если она вам нужна. Помою яблоко. Помою сейчас, зайка, только давай другое, это немножко плохое. И наносите крем. Так вот это тоник. Я сейчас помою яблоко и вернусь к разговору. Так вот, этот тоник очень хорошо снимает все воспаления, и когда я им прекращаю пользоваться, у меня кожа постепенно ухудшается. И благодаря ему у меня, вот, ну, конечно, бывают высыпания, но это гормональные, которые, на которые надо воздействовать изнутри. То есть это зависит от гормональной системы, а не от плохого ухода за кожей. Но все остальные высыпания, они с кожи ушли, и даже ушли закрытые комедоны, которые были на коже, с которыми я мучилась лет 16. И я одно время вообще была вся вот тут вот ими обсыпана, в пупырку. Сейчас у меня в этом плане абсолютно гладкая кожа. Вот, просто есть следы от Акне Старпа. Вот. Так что вот эту штучку я прям обожаю. Он классный. У него почти всегда нет в наличии. Если он где-то появляется, я сразу покупаю. Так, это первое. Дальше для Артёша. Селли. Вот такие брюки купила для ежедневной носки. Чуть-чуть они ему великоваты, но здесь есть резинка, которая регулируется. Это 128 размер. Да. Ещё мы мерили две пары брюк. Тоже Селла, школьные. Не подошли, и мне надо заказать. Я надеюсь, ещё есть в наличии ту же самую модель, которую я ему уже брала. Просто ещё одни. Потому что вторые я так и не купила. И сменку я добавила в корзину, но пока не заказала, надо заказать по вашим рекомендациям. Нашла пару моделей, надо попробовать. Потом вот такой комплект для дома. Ну, Артемия отдельно будет носить. Это футболка. Просто футболка милая домашняя. И шорты для сна. Он просто... Он спит в просто шортах. Вот. И поэтому специально ради шорты я и заказывала, потому что отдельно мягкие такие шортики. Знаете, некоторые вот плотные, уличные, а вот именно мягкие домашние, они практически не продаются. Поэтому я два комплекта взяла, всё равно нужны были футболки. И вторые шорты вот такие, видите, собачки-собачки. И здесь такая футболка. Слушаю, где-то хнычит Ирина. Но главное, что дядя Ваня не колет дрова в этот момент. Значит, это не полено, значит, всё в порядке. Вот такие покупки. Всё буду дальше собираться, чтобы не опоздать. Как мне нравятся эти зип-пакетики. Я просто обожаю. И потом все эти пакетики, в которых приходится купить, повторно использую. Вот, например, вещи в городе. Видео-няня у меня тут. Кушон, который не влез никуда. И сюда же домик с коламина. И это всё закину в коляску. Прям реально очень удобно. Мы пришли на станцию. Прибежали. Сейчас товарняк мимо какой-то проедет. Дальше наша электричка. Артюш, это хорошая новая футболка. Мне нравится в сочетании с брюками. Еще кайф. Сейчас я буду считать. Ты только отойди еще от края кого-то дальше. Я и хотела считать, когда полей. Товарняк будет. Ой, камера. Вот сможешь считать. Я надела джинсы, которые давно не носила. И они с меня сваливаются. Самолеты. Да? Давай посмотрим. Мы пришли в музей. Ой, левши. А что это? Как ты думаешь? Такой как пропеллер, да? Да. И вот я и говорю, пропеллер самолета. Прикольно. У меня не получается заснять микроскоп. Ну вот тут я могу заснять, смотрите, стул. А тут Эйфелева башня. Посмотрите. Сейчас посмотрю. Сердечко. А вот тут тоже Эйфелева башня. Где? Это просто человек. Это все из карандаша обычного. Да не этот. Исторический момент. Артемий рассматривает подкованную блоху, которую, конечно, на видео вообще не будет видно. Ну, видно, что что-то лежит. Увидел подковы у блохи? Увидел какие-то вам прям крошечные из микробов точки. Угу. Ой, точно. Я вижу вино, два бокала и виноград. А на чем это? На слизи виноградной косточки это сделано. Кнопка горит, Ваня. А ты не трогай. Смотри, когда ее не нажимаешь, она горит наоборот. Интересно. Тут много всяких экспонатов. И там вот даже стоит сертификат за самую маленькую книгу в мире. Маленькое пространство, но очень много тут всего интересного. Маленькое пространство. Вот такие сувенирчики прикупил себе Артемий. Это такие маленькие... Не знаю, что... Нож, ложка и ключик. Держи. Хорошо было. Арина? Арина проснулась, как только мы вышли. Как будто с подбитым глазом, а то ее кто-то укусил, и у нее все никак не проходит. Кожа нежного. Мы вышли из музея, и теперь я всех соблазнила на мороженое и кофе. Ну, кому что? Кому мороженое. Кому мороженое и кофе. А кому просто кофе. Ждем, пока сделают заказ. Ну, все, вон какое. Ну, оно подтаяло просто, видимо. О, Артемий утеплился. На улице просто сегодня реально прохладно, ветерок. Я, кстати, надела на камеру такую линзу широкого угла. Она не сильно расширяет, ее даже не видно на камере. Но я решила, если я буду снимать Питер, пускай Питер влезет в кадр весь. Потому что сейчас мы пойдем гулять. Не знаю, просто будем гулять по центру, пока не устанем и не проголодаемся. То есть, что это у камеры? А вот это такая линза. А, чего мы ждем? Кожа. Мы стоим в подворотне и ждем, пока кончится дождик небольшой. Мог тут не захотели. Кажется, мы тут застряли. Такой ливнега мощный. Кажется, мы в подворотне встали. Причем вот так вот стоим посередине сюда. Заливает. Спрячь, спрячь его, а то вы мокрый. Просто вы мокрые все. Телефон тоже мокрый. Обалдеть. Ничего не предвещало. Вот такое вот. Субтитры сделал DimaTorzok Обзор. Туалет в очень классном ресторане. Но я, во-первых, не разобралась, как включить кран. Я реально не догоняю, как это сделать. А во-вторых, мне нравится зеркало. Понимаете, это какое... Я вот в прыжке только могу себя увидеть. Больше никак. Это зеркало на рост метра восемьдесят, наверное. Вот надо реально... Вот уровень такой должен быть. Что делать тем, кто сто шестьдесят? Непонятно. Вот тут уже лучше. Пойдем. Пошли. Пойдем. Пойдем. Идем папу искать. Идем прямо. Пошли прямо. Тут прям красиво. Такой не обычный семейный ресторан. Со вкусом. Мы старишки ждем наших мальчишек. Они пошли руки помочь. Потом детей отправим в детскую комнату. Она тут есть. Правда, у него детский один на весь ресторан. Неудобный. Поэтому Арина будет просто сидеть в химоносолене. Мешаю официантам. Ресторан называется Джани. Сейчас попробуем, какая кухня здесь. Но тут классно. Здравствуйте. Могу сюда поставить? Да. Давайте на чуть-чуть быстренье. Сколько вам чашек? Я не знаю. Ну, наверное, три давайте. Хорошо. Спасибо. Ребята, в первый раз вижу, как делают. Асфальт укладывают на ремонт дороги. Термальные пути. Вот так вот. Опаляют. Вообще. Круто. Мы вышли из ресторана. Такая хорошая там атмосфера. Я... Не знаю. Я как раз хотела куда-нибудь, где живая музыка. Но здесь как-то, ну, типа громко может быть. Думаешь, ой, это дурацкая затея. А тут мы так удачно зашли. И там было и негромко, и хорошо. Не все нам понравилось. Понравилось. Хинкали были очень соленые. Не очень вкусные. И макароны в супе чуть-чуть недоварено были. А остальное прям шикарно. Салаты очень вкусные. Прям супер. Чай. Вот. Соки. Все отлично. В общем, крепкую четверку ставим. Возможно, еще зайдем туда. Было здорово. Я... Я только довольная. Сейчас идем дальше гулять. Я не знаю куда. Просто куда-то. Здравствуйте, люди. Дед Китик. Здравствуйте, люди. Дед Китик. Ты туда в окно говоришь? Здравствуйте, люди. Дед Китик. Здравствуйте, люди. Дед Китик. Марина, ты сюда крыши нас учила. Усвыжили. Потому что мы в трубу. Здравствуйте, люди. Здравствуйте, люди. Здравствуйте, люди. Куда побежала? Куда побежала? А, 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 а. А, 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 а. Нет? А, 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 а а! Это плохая иди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok